Этот памятник знает, пожалуй, каждый житель Большого Подольска. Швейная машинка «Зингер» неспроста украшает площадь перед Краеведческим музеем. История компании в нашем городе начинается в 1900 году. Именно тогда представители американской фирмы «Зингер» выкупили часть земли на южной окраине Подольска и начали там строительство нового завода по производству швейных машин. Началось строительство завода с создания и строительства водокачки и электростанции. Тогда мы можем говорить, что в самом начале 20 века впервые в Подольск пришло электричество. Завод стал городообразующим в начале 20 века. Если в конце 19 века на территории Подольска проживало около 4 тысяч человек, то благодаря строительству нового завода по производству швейных машин уже к 1915 году население нашего города увеличилось до 18 тысяч человек. На новом заводе начинают производить до 600 тысяч машинок в год. Чтобы увеличить продажи, компания тратит на рекламу миллион долларов. Прежде всего, конечно же, это была организация магазинов в виде салонов, где представители компании и просто прекрасные дамы, проживающие на каждой конкретной территории, либо в национальных костюмах, либо в светском платье представляли продукцию компании «Зингер», демонстрируя, как же замечательно и легко ей пользоваться в домашних условиях. Кроме того, по заказу компании изготавливается огромное количество печатной рекламы. И этот плакат, например, разработали специально для России. В ноябре 1918 года завод был национализирован, после чего основное производство швейных машин было приостановлено. И возобновилось только в 1924-м. В глубине витрины, прошу обратить ваше внимание, на машинку середины 20-х годов, на которой написано «Госшвей машины». И чем примечательна эта машинка? Конечно же, она полностью повторяет форму дореволюционные. Все движущие детали, как я уже сказала, тоже являлись сделанными по аналогии машинкам, созданным еще в дореволюционный период. Но здесь новый декор. Позже появились более современные швейные машинки «Чайки», названные в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Являясь частью постоянной экспозиции в Краеведческом музее, история компании «Зингер» в Подольске есть в каждой обзорной экскурсии. Поэтому рассказ о легендарных швейных машинках, давших развитие нашему городу, услышит каждый посетитель музея. Кристина Ульман, Александр Кротов, Михаил Долженко. Телекомпания «Кварц».